Добрый день, дорогие участники! Есть сегодняшние видеоконференции. Нас сегодня вдвоем и вдвоем. Я люблю это говорить, хотя, что можно без вот этих всяких званий, но мало кто в нашем образовании является или никто больше. Есть два человека. Я и профессор Лекторский, который философ, очень хороший философ, такой эпистемолог. Вот я очень его уважаю, он старше меня несколько, я уже не молод, а он еще лет настолько-то старше. Он в Новосибирске был академиком, сейчас в Москве живет. Ну вот важно нам в то образовании различать, что есть Большая Академия, Российская Академия Наук, и то, что мы называем Малая Академия, Российская Академия Образования, наша Академия. И мы, конечно, хотим, чтобы наша наука, наши предметы были на уровне Большой Академии, но дидактика была на уровне Малой и Большой Академии, Выгодского, там, где настоящая педагогика. Ну да, на уровне российской серьезной традиции. И у нас сегодня очень серьезная тема встречи, она, я бы даже сказал, может даже рождественская, предновогодняя, потому что слово преображение, оно обладает какой-то магией, да, в него вложены смыслы, что не просто трансформация, а преображение, потому что то, о чем сегодня будем говорить, я хочу предупредить всех наших слушателей, что это больше, чем о цифре. Я знаю, что как только начинаешь говорить о цифре, о цифровом образовании, о цифровом будущем, то сразу возникает ощущение, что это может быть не про нас, где там цифры, где мы живем, но на самом деле то, что сегодня происходит, уже не связано напрямую с техникой. Техника становится за кадрой, технические вещи, если я правильно говорю. На самом деле мы сегодня додумываемся до смыслов, которые и определяют и сегодняшнее образование, и будущее, которое, как я люблю в последнее время сам для себя говорить, что оно уже на самом деле наступило. И я передаю слово Васильевичу Семенову, и сегодня мы вместе, я, к счастью, оказался тоже рядом, заявляем некоторую, может быть, интегративную вещь, но это новый подход, в котором, еще раз, дело не в цифре, а дело в тех смыслах, то, ради чего мы учим, как строим школу, какую школу, а главное, какая школа сама уже по себе возникает. Я, может, еще одно замечание скажу, что сейчас у нас в стране происходят процессы, которые раньше были немыслимы, стали появляться не просто авторские школы, не просто самостоятельные школы, а уникальные школы по качеству, по возможностям, по содержанию, превышающие все то, что есть сегодня на Западе или приближающиеся к самым лучшим образцам западным. Это говорит о том, что действительно... И восточным. И восточным, да. Действительно накопили, да, если мы говорим Сингапур, то нам приходится говорить про Восток, Китай, Япония. Мы накопили какой-то объем умений, да, который сейчас нашел своих апологетов, кто вкладывает в это деньги, и одна за другой появляются потрясающие школы. Я обещал, что в следующем году мы обязательно попутешествуем по всем школам, да, и школа, которая делается в программе Сбербанка, Грефа, и школа, которая делается на юге у нас Летово, и школа в совхозе имени Ленина, да, и Финалыч-Срачевский с командой сделали свою школу, и школа Примакова в Московской области, и так далее, и еще школа в Иркутской области строится. Ну и новую школу готовы. И новая школа, да, и новая школа тоже в Москве. То есть это все уникальные школы, которые вы хотели бы глазами увидеть, и мы обязательно с вами вот так виртуально по ней путешествуем в течение следующего года, поэтому мы переходим вот с таким заделом на следующий год. Итак, цифровое преображение образования. Спасибо большое. На самом деле там есть презентация даже с моими заметками, это будет... Да, спасибо, чтобы мне до памяти. Я хочу сказать, что действительно мы собираемся говорить, наверное, об очень серьезных и об очень практических вещах. Вот сейчас такое время, когда нечто, что было научной фантастикой, ну вот в моем детстве была книжка там «Я робот» Айзек Азимов, ну там Исаак по-русски, естественно, как и все эти американские вреи, с русскими корнями написал книжку. И все мы считали, ну да, конечно, вот я робот, там законы робототехники, не может ли робот выступить против человека. Потом были фантастические фильмы с этим и так далее. А сегодня парламент России обсуждает вопрос, а может ли робот выступить против человека, какими он правами должен робот иметь, какими правами должен иметь человек в каком-то конфликте с роботом и так далее. То есть это стало сегодня. И основная тема, которую я хотел бы затронуть в этом большой теме цифрового преображения, цифрового преображения, это разговор о том, что уже сейчас и везде вот эта самая цифровая технология, как коротко сказал Артем Семенович, цифра, она уже нас окружает, а школа уже не то, что должна вот продвинутые компьютеры, как вот в 80-е годы, нигде компьютеров нет, а вот в школах они есть. Сегодня, как раз я видел Михаила Сергеевича Корбачева и напомнил ему о том, что первый указ, который он подписал, став первым лицом в стране, 11 марта его избрали генеральным секретарем Трампе 85-го года, а 28 марта он подписал постановление Совета Министров ЦК КПСС вот об этой самой информатизации, компьютеризации, цифровизации, как мы сегодня говорим и так далее. То есть это было первым действием вот новой и не совсем, как мы говорим, счастливой и удачной власти, но тем не менее, открывшей новую эпоху в нашей стране. И сейчас вот это уже стало реальностью, когда уже в школах есть компьютеры, но тем не менее школа внутрь себя, этот цифровой век, наоборот, не пускает, а повсюду он происходит. Вот сейчас ситуация обернулась. Раньше, чтобы напечатать бумажку на принтере, надо было договариваться с учителем информатики в соседней школе. А теперь все везде на принтерах, на трехмерных принтерах и так далее, а в школах этого на самом деле реально нет. И вот про это я хотел бы сегодня поговорить. Ну вот, я хотел бы начать. Артем Семенович упомянул о том, что, может быть, Артем, короче, Артем упомянул о том, что создаются замечательные школы, создаются в Москве. Вот вчера я обсуждал с бизнесменами из Казани идею о том, что они решили, что вот сейчас самое время в центре Казани создать новую частную школу за какие-то разумные деньги, не за бесплатную, не чистую благотворительность, но которая действительно будет самой продвинутой, самой серьезной, самой перспективной школой города. И вот это происходит и в Москве. В Москве ряд школ, о которых упомянул Артем, некоторые из них государственные, некоторые из них частные, и даже больше частных. Конечно, это небольшой комплимент нашему государству, но тем не менее, в них сейчас создается новое образование. И вот одним из создателей это его является школа, в которой была начата Герман Оскаровичем Грефом под названием «Харошкола». И начинается она вот с таких, как те, кто следят за выступлениями Герман Оскаровича, знают, что он всегда выступает очень резко, очень так часто критично, очень радикально и не всегда понятно. Но вот одно из его высказываний я тут привел, нам нужно успеть поменять модель образования, и это нужно было сделать еще вчера. Вот об этих изменениях, об этом преображении мы будем сегодня как раз и говорить. Но я хотел бы привести еще одну цитату, конечно, более значимую для нас, чем цитата руководителя Сбербанка. Это цитата нашего президента, Владимира Владимировича Путина. И вот здесь мы опять видим, что цифровая экономика изменяет формат образования, необходимость серьезного совершенства системы образования на всех уровнях, от школы до высших учебных заведений. То есть это стало необходимостью именно в силу того, что происходит вне, снаружи от школы. И дальше расширяется представление о цифровом образовании, говорится о том, что вообще есть общесовременный контекст, когда требуется от школы не то, что требовалось даже 10 лет назад, тем паче 20 и 50. Когда мы сегодня говорим о том, что школа не такая, которая была в 50-е, 60-е, 70-е, 50-е годы, в зависимости от того, в какие годы учился в школе говорящий, он помнит свои замечательные счастливые школьные годы, особенно если он депутат парламента, академик, ректор вуза и так далее, он-то учился хорошо, как учил их с массой населения, тогда это другой вопрос. А здесь говорится о том, что вот 10 лет назад была другая ситуация, были нужны другие навыки, которые воспитывался, формировала школа. И вот я хотел бы сейчас сказать о предпосылках некоторой большой программы, о которой мы сегодня и говорим. Это сегодня, это уже не просто какая-то абстрактная идея, которую хорошо было бы начать реализовывать. Это на самом деле большая программа, которая начинает реализацию именно вот фонд, созданный исходно Сбербанком России, программа такого цифрового преображения. И я хотел бы сказать вот именно о предпосылках этой программы сейчас. Итак, мир сегодня цифровой, только что я про это сказал. А школа в основном все-таки она находится во вчерашнем дне. Здесь не кабинет информатики, конечно, это обычный средний школьный кабинет, как он обычно выглядит. Выглядит это девочки, сидящие и пишущие что-то в своих тетрадках. Ну, ничего удивительного, но все-таки это очень отличается от мира, где уже никто почти в тетрадках ничего не пишет. Пишет за клавиатурой компьютера, пишет на своем ноутбуке, пишет в своем телефоне, но уже большая часть текста, я думаю, что 999 тысячных всех текстов, создаваемых сегодня в мире, если исключить школу, создается не от руки. А в школе 90% всего, что пишется, скорее всего 95, пишется от руки. Это радикальное отличие между миром цифровым и доцифровой школой сегодня. С другой стороны, наши дети, они живут уже в завтрашнем мире. Они живут в мире, который даже взрослым не всегда понятен, не всегда естествен, не всегда доступен. И вот этот огромный разрыв, который сегодня стал пропастью между школой и сегодняшним миром, и между миром сегодня и миром ребенка завтра, вот это и есть основная предпосылка нашей программы. И мы будем говорить о том, что проползает в школу вот этот самый цифровой мир в виде решебников в интернете, домашние задания, да, а в виде рефератов, так называемых, очень популярные сайты наряду с решебниками. То, что все выучили, копипаст. Копипаст, да, копипаст, она даже не копия, не паста, а просто сдается целиком, конечно, чужой реферат. Это то, что все сидят на уроках и, значит, под партой переписываются. Ну, в школе как бы вот вроде бы должно быть все равно, а на самом деле это радикально разрушает образовательный процесс. Вот все эти процессы, они уже находятся в школе, и вопрос сегодня о том, что нам нужно. Мы всегда знали, что то, что человек использует, это не то, что он приходил в школе. И были такие, Максим, такие высказывания, образование, то, что остается, когда ты забыл все то, чему тебя учили в школе и так далее. Это такая яркая фраза. Но ведь реально, сегодня мало кто помнит какие-то формулы химии, кроме знаменитых H2O, в хорошем случае, в нашем культурном, интеллигентном мире. И С2H5OH, тоже можно этим бравировать, по-моему, это правильная формула этилового спирта. Но уже, скажем, нарисовать формулу бензола, ну, боже упаси, что такое метан, что такое органические соединения, не важно. Я взял химию просто наугад, потому что это не моя область. Но более того, даже какие-то школьные математические формулы, может быть, я не сразу вспомню, меня учили извлекать в родный корень, я исчезла таким делением на пары. Я не скажу сразу, как это делать, хотя я математик, академик и так далее. И огромный примеров этого. Возникает вопрос, а почему, собственно, мы учим все это в школе? Почему мы предлагаем детям все это усвоить? И возникает ситуация, когда в современном мире то, что сегодня называется компетенцией, для многих это слово ругательное, из системы образования, но большинство речи-то идет о том, что знания, которым ты обладаешь, ты должен уметь применять в тех ситуациях, когда оно нужно было бы. И сегодня все равно знание это у тебя в голове или это в компьютере, или в сети интернет. Это очень важная ситуация, мы к ней еще будем много раз возвращаться. И, наконец, умение применять знания, это больше, чем формальное обладание этим знанием, это больше, чем формальное умение на школьных задачах его применять. Речь идет о применении его в жизни. И последнее, что я хотел бы сказать, это то, что мы действительно уже живем в цифровом мире и постоянно пользуемся всеми его ресурсами. И инструментами, и источниками информации, и сервисами, и так далее. Вот это главные предпосылки тех изменений, о которых мы сегодня будем еще говорить, Артем. Ну, я бью немножко дальше, и хочу сказать о масштабах тех изменений, уже не в образовании, а в цивилизации, с которой мы сегодня сталкиваемся. Часто говорят, что, собственно, слово революция я услышал в связи с так называемой революцией Гутенберга, то есть изобретение вот этого печатного пресса с набором, когда можно было из отдельных буквок в соответствии с цифровой экономикой набирать нужные тексты, и много раз его использовать. Вот это не находится в этом списке. Масштаб печатного пресса на самом деле меньше, чем, конечно, возникновение речи, как способ передавать информацию, и в том числе способ научить другого чем-то более мощным, чем просто своим примером. Вот ты так бежишь, вот беги за мной так же, или ты так копаешь землю, вот делай, повторяй, и все. Это новое образование в связи с речью. Письмо, как уже передача информации, передача в том числе знания следующему поколению. И во времени, и в пространстве. Я не должен быть рядом с тобой, чтобы тебя чему-то научить. Я вот там положил это письмо, выбил его, высек на глиняных табличках, там вырезал, выдавил, и это остается для тебя. И вот то, что происходит сегодня, это уже не передача информации, не только ее хранение, но это то, что уже вне человека происходит обработка информации. Математики открыли это что-то в 19 веке, что-то в 20 веке. Физики создали полупроводники, на которых, собственно, все сегодня и строится в 60-е годы прошлого века. И вот сейчас происходит тот самый большой взрыв, когда мы передаем уже машине все больше и больше обработки информации человека. Я вот хотел бы заострить здесь внимание, сейчас, может быть, я не так сделаю, сейчас одну секунду, потому что такой список уже революции Гутенберга, потому что... Телевидение, революции, телевидение, радио. Телефоны. Да, потому что действительно, да, это логично, что вот эти три опорные такие точки, да, которые... реперные точки, как говорят, да, которые определяют сегодня развитие цивилизации в информационном пространстве. Поэтому я сам для себя запомню, и вы, пожалуйста, запомните, мы к этому будем еще обращаться, что действительно речь, письмо, искусственный интеллект, почему это важно? Потому что если мы ставим такой ряд, чуть-чуть нам понятнее, людям простым, которые не очень понимают в искусственном интеллекте, о чем же идет речь, да, это действительно следующий шаг, когда с информацией уже начинает... информация сама начинает порождать новую информацию, в ней возникают некие законы, которые позволяют тем самым ботам, да, формировать нечто уже за человека. Ну, по существу, речь идет о том, что то, что накапливалось в течение годов и десятилетий, сейчас уже начинает реализовываться в течение месяцев часто. И поэтому вот отличие этой третьей революции от двух предыдущих, по-видимому, в том, что она происходит целиком вот на жизни одного поколения, ну, может быть, пары поколений. Когда я родился, моя мама создавала первый советский компьютер, вычетную машину. Когда мне было 14 лет, я участвовал в ее исследованиях по распознаванию речи компьютером. Сегодня уже это стало реальностью. Хотя в течение десятилетия это было так латентно, и люди говорят, ну, может быть, еще когда-то. Вот важный пример такой, хотя он понятный тоже вот всем, почти всем, кто умеет играть в шахматы. Вот в течение десятилетий создавалась компьютерная программа, играющая в шахматы. Для этого нужен был чемпион мира, ботвинник в частности, нужны были очень крупные математики отечественные, они создали машину, там, компьютерную программу Каиса, которая когда-то победила, там, в турнире компьютерных программ. Есть игра намного более сложная, чем в шахматы. Это игра в ГО. Ее создали люди, которые очень плохо играют в ГО, почти не умеют это делать. Они заставили компьютерную программу учить саму себя, разбирать чужие партии, конечно, смотреть, как там играли другие, потом играть сама с собой, и потом она вышла на первое место среди игроков ГО в мире. То есть, 4 года назад она выиграла у главного европейца, играющего в ГО, имеющего 9 данный, а в прошлом году она выиграла просто абсолютного чемпиона мира по ГО, причем не умея специально играть в ГО, знает на уровне перворазрядника, как играть в ГО, а дальше тренируясь сама с собой и так далее. То есть, правильно сказать, что огромное количество уже накопленной информации плюс скорость ее обработки позволяют выдавать то, что казалось бы немыслимо. То есть, большие данные накопленные и мощность физических устройств привела к качественному скачку. То есть, вот это самое учимое нами еще в университетах, переход количества в качество, сегодня происходит. И в этом смысле это отличие революции от всего предшествующего. Теперь важно, что это для школы, значит, это для современной. Ну вот, я хотел бы сказать, что вещи, о которых я в основном буду сегодня говорить, это как раз совсем не про искусственный интеллект. Это не про то, что вот происходит сейчас. Это, как это ни странно, и может быть даже в некотором смысле прископное, то, что происходило еще в прошлом веке. Вот до нашей школы не дошел еще прошлый век. Помните картинку с первого слайда, когда девочки в белых блузках сидящие и пишущие от руки, в то время как уже все взрослые, их собственные родители, старшие братья и сестры, а может быть дедушки и бабушки, уже работают на клавиатуре компьютера. Вот это то, что мы видим сегодня. И вот именно о преодолении этого разрыва, которое становится пропастью с каждым следующим днем, мы их хотим сегодня сказать. И вот я хотел бы сказать о том, что я собираюсь рассказать о некоторых деталях модели школы, которые на самом деле соответствуют реальным потребностям ученика и его родителей и планам, которые они имеют относительно будущего своего ребенка. Это школа, которая устраняет пропасть между современным миром и образованием, о чем мы уже много сегодня говорили. И в то же время это школа, которая является реальной для массового образования страны. Ну, тут было сказано, что я академик, я упомянул, что я математик, но, конечно, многие знают, что я в течение ровно 20 лет руководил системой повышения квалификации учителей самого крупного региона страны, это Москвы, и это значит, что я каждый день приходил на свое рабочее место и видел учителей, которые пришли ко мне учиться. Некоторые из них проводили на совместные программы 1 сентября нашего института повышения квалификации Московского открытого образования, некоторые приходили на совместные программы с другими университетами и так далее. Эта сетевая модель у нас работала эффективно еще за десятилетия до нового закона образования, но это не так важно. важно, что вот эти десятки тысяч учителей, 40-50-60 тысяч, которые проходили через нас, это были люди, которые каждый день выходят к доске. Я сам 8 лет своей жизни каждую неделю выходил к доске и учил детей математики, потом в университете и так далее. То есть это не есть абстрактные построения кабинетных ученых из Российской Академии Образования. Это есть те решения, которые вытекают из логики развития образования нашей страны, которая, мы верим, станет наряду, наравне с лучшими образовательными системами мира и в том числе, может быть, станет первым, где цифровая трансформация, цифровое преображение будет реализовано в полном масштабе. Ну вот, хотелось бы сказать несколько слов о том, что, как мы видим нашего выпускника и что школа должна ему давать. Опять-таки, говоря о реальности. Во-первых, вот те самые компетенции 21 века. Ну, уже было сказано, что к этим компетенциям очевидно будет относиться свободное обращение с цифровыми технологиями, используя всех ее ресурсов. Но надо сказать, что вот эти ресурсы технологические, они на самом деле помогают нам и мыслить по-другому, и строить образовательный процесс по-другому. Если мы используем, возвращаясь к тому же со мной, пример, с ручкой и тетрадкой, просто компьютер и компьютерную среду для написания и создания текстов, тот человек, создавающий тексты на компьютере, школьное сочинение, научную статью, газетную публикацию, думает и действует по-другому. Это открыл когда-то великий психолог российский образовательный Лев Семенович Выгодский, который сказал, что технология меняет способ мышления, меняет способ коммуникации, меняет способ учения человека. И вот сейчас эта революция, представляющая сегодня, она меняет, уже начала менять способ мышления человека, а также как изменила письменность, как изменила речь. Другое дело, что эти изменения, как я уже говорил, происходят сейчас годами и десятилетиями, а не тысячелетиями или столетиями, как это было с письменностью и с речью. В этом драматизм и, может быть, интерес, вкус нынешней ситуации. Так вот, человек, который пишет на компьютере сочинение, он действует иначе. Любая пришедшая новая мысль легко вписывается в контекст уже написанного. Можно вернуться к чему-то, можно переставить, можно исправить, можно улучшить. Вот эта вот точка улучшения довольно характерна для современных цифровых технологий. А можно даже вместе писать текст? Можно совместно писать текст. И более того, вот очень важный момент про улучшение. Ты написал текст, послал его другу или послал учителю и получил совет. Все хорошо, но вот это место я не понял. Или все хорошо, но какая-то логика потеряна. Ты сначала сказал про это, потом вернулся, потом снова и так далее. Ты сможешь, да, действительно. Но раньше, если это было сочинение ручкой на бумажке, ничего не любит с этим нельзя было сделать. Да, конечно. Ну, что делать? Это уже написано. Что написано пером, не вырубишь топором. У нас сочинение поставлено тройка, много ошибок, нелогичности и так далее. Нужно просто ее выкидывать. Четверка, ну, жалко, что не пятерка, но действительно здесь не то, не то, не то. И сейчас это улучшение адекватно. Ты понял идею учителя, улучшил, и, может быть, главная твоя отметка будет именно за умение улучшать уже сделанную работу. Это новая образовательная парадигма, совсем не цифровая, улучшение. Как взрослый человек. Сделал хорошо сегодня, лучше завтра. Сделал плохо сегодня, ага, а здесь все-таки ничего, прилично завтра и так далее. Вот за счет цифровых технологий становится реальностью нашей школы. Это другой способ преподавания, другой способ обучения, когда твои достижения добавляются к тебе, приплюсовываются, они повышают твой там все, что угодно. Самоуважение или рейтинг в глазах чего-то или поступаемость в вузы. Да, вот это новая парадигма из-за цифрового мира. Но, конечно, если мы начнем идти дальше по этому пути, то у нас самые интересные вопросы возникнут именно в связи с цифровой технологией письма. Ну, потому что, вот я к этому, может быть, еще вернусь в зависимости от того, как пойдет наше время, но у всех как раз возник вопрос, а вот если ты пишешь на клавиатуре, почему бы тебе не начать использовать еще и программу орфографического контроля, то, что называется, мы знаем, что если мы сделали какую-то ошибку или описку, у нас подчеркивается слово там красненькой волной снизу, например, как-то иначе выделяется. Еще и предлагает варианты. Иногда предлагает, да, иногда предлагает варианты, но можно не предлагать даже, просто обратить твое внимание, что такого слова нет в аудиовском языке. Иногда, кажется, что есть, и ты говоришь, нет компьютер, такое слово есть. Вот, а иногда, да, действительно, ты описался, и возникает вопрос, а вот важнейшее жизненное умение грамотно писать по-русски, ведь оно иначе возникает, оно переосмысливается в ситуации с компьютером. Вроде бы как гнать, держать, дышать, зависеть, слышать, ненавидеть, терпеть и так далее, пропадает его ценность. Стеклянный, оловянный и так далее. Компьютер сам тебе напишет, где одно и оно, где двое, не даст ей возможность ошибиться. В чем смысл заучивания этих правил? Мне кажется, это сейчас самая точка нашего сегодняшнего разговора и, может быть, подобного разговора, да, потому что мы все время думаем, все равно, что дело про цифру, и как я начинаю, вот в нашем введении сегодняшней встречи говорил, да, что сейчас мы говорим про переосмысление, ну, может быть... Переоценивание. Переоценивание. Мы можем очень сокрушаться, что теперь ребята не знают наизусть какие-то правила русского языка, а можем как раз увидеть за этим возможность, да, вот так быстро обучаться, быстро получать правильный ответ и проходя через русскую сетку, писать уже тексты содержательные, а не застревать на счету. Это вопрос, да? Нет, это не... Да, это можно совершенно не академический. Мы затрачиваем первый месяц, потом первые полгода, потом первый год, потом годы начальной школы на то, чтобы научить ребенка писать красиво, не у всех получается, у меня нет, и грамотно. Но мы понимаем, что важнейшая цель курса русского языка и начальной школы – научить ребенка общению, коммуникации, выражение своей мысли, понимание чужого текста и так далее. Но занимаясь именно этими целями, как первоочередными и легко проверяемыми, как красивое письмо и грамотность, мы отодвигаем на завтра, на будущее, на светлое будущее, коммуникативные умения, умение письма на что-то написать, умение выразить себя, войти в диалог и так далее. Много ли есть диалогов и бесед на украшенского языка? Мало. Учительница, дети и так далее. Мы опять возвращаемся к некоторым таким ценностным фундаментальным вопросам, что и, да, общение ценное, умение выразить себя ценное, умение понять другого ценное, и это эти самые метапредметные навыки из нового стандарта, уже не очень нового, уже скоро 10 лет, для начальной школы, но мы их отодвигаем. Непонятно, как это бы достигать. А как достигать грамотности, это понятно. Тесно говоря, и с этим грамотностью не очень понятно. Ты знаешь, мой любимый пример, что первое правило, с которым я столкнулся, когда учился в школе, и потом, когда уже начал читать учебники школьные, это «жи-ши-пиши-через-и». Я у многих своих друзей спрашивал, а в чем, собственно, правило состоит? Ну, сейчас, ну как? Ну вот, слышится там «жи-пиши», вот «и-такую-букву». Ну да, конечно, да. Ну вот, например, есть слово «живот», как писать? Ну «жи-и-жи-вот», и «вторая-буквы», да? Ну вот есть слово «железо», а как его писать? «Железо». Ну «и-жи-лезо». Слышится одинаково. Слово «живот» и «железо» слышится одна и та же буква. Это научный факт, это не придумка. Кому-нибудь. Мы пишем «я». Почему? Вот, значит, поэтому, вот даже с такими простыми вещами, там, у школы не все в порядке, но тем паче не в порядке в цифровом мире, потому что компьютер не позволит тебе написать, значит, «железо». «Железо», да, ну и… Он подумал, что ты пишешь «жило». Вот, значит, он как-то тебе подскажет, как правильно писать. И вот эта абсолютность абсолютность грамотности, она, ну, то, что называется на языке методологов, на жаргоне методологов, проблематизирована. Да, ну, очень важно, что, когда я вижу, мы же знаем и обратную сторону, что появление всех технологий привело к тому, что очень безграмотно появился текст в газетах, в чем-то это пропускается. исчезли корректоры, исчезли люди, которые свежими глазами смотрят, компьютер подставляет совсем не те слова, мы только удивляемся, что бывает. То есть, на самом деле, мы сейчас говорим не про то, что грамотность – плохо или хорошо, мы действительно говорим о том, что о смене вот всей парадигмы. Цивилизация не адаптировалась. Вот то, что, значит, удалось печатать газеты, не пропуская их через корректора, вот, привело к падению грамотности. А с другой стороны, вот я могу такой пример привести. На самом деле, не очевидно, что вот то, что дети, например, стали писать больше друг другу, это очевидно. Количество писем и даже записок, перемещающих по классу, принципиально меньше, чем количество вот сообщений, которые они двумя пальцами на порядке, на порядке. То, что есть сообщения безграмотные, можно, увидев безграмотность, просто забыть об этом явлении культуры. А можно сказать, коммуникация же все-таки происходит. Она там дурацкая, она неинтересная, она иногда там оскорбительная, иногда унизительная, как и личное общение бывает у детей. Но это письменная коммуникация, значит, дети пишут больше. Исследования показывают, что сегодня количество хорошо пишущих, то есть то, что мы называем писателей, на порядке увеличилось в мире. То есть на самом деле, из этого супа компота, так я для себя это описываю, рождается большое количество не просто грамотных, а суперграмотных ребят, которые быстро ставят тексты, другие тексты, и уже сегодня 25-летние ребята пишут тексты и книги, которые вот на нон-фикшене всех поражают, а раньше такого было невозможно, был некоторый круг писателей, и попробуй сюда попади. Ну вот другой пример. Вот какой-то ученый читает лекцию, для массы, для публики просто, ну в какой-то заинтересованной, но не очень квалифицированной, непрофессиональной аудитории. Естественно, что часто у этого ученого возникает в его тексте какое-то непонятное слово, в том, что он говорит, какое-то непонятное слово, не все мы, и они совсем понятно, слышимое, но непонятное в этом контексте. Или какая-то фамилия, как бы классика его науки, упоминает книги, упоминание книги, вот такая есть книга, все ее знают. Я не знаю. Немедленная реакция сегодняшнего человека, там, от ребенка до моего возраста и старше, достать мобильник и в интернете найти эту самую ссылку. Это значит две вещи. Первый, что человек активнее работает с информацией, чем раньше. Ну, кто придет домой, поиск в энциклопедии, посмотрит на этого автора. Ну, только сумасшедший. Или особенно добросовестный педант, которому все это он записал и дома посмотрел. Таких, конечно, не было. А на месте посмотрят, посмотрят многие. И второе, что человек с этим мобильником, он более знающий, что раньше человек без мобильного таки не знал эту фамилию, не знал, кто такой Киркер. Сейчас он наберет, ошибку у него исправит это. Точно Киркегор, вот он так-то так-то, вот там-то ударение, вот он там жил, кто-то писал там и так далее. Да? И он вместе со своим мобильником более знающий, что человек раньше без мобильника. По словам, окажешься вам странный. Почему? Я что с мобильником больше знаю. Но ведь это же и есть современный гражданин, гражданин, у которого есть в кармане мобильник. Я хочу обратить внимание наших участников видеоконференции, послушать, что то, о чем мы сейчас говорим, это не простая беседа. Вот ровно в таких разговорах, в таких размышлениях и рождается новая школа, в которой что-то уже уходит в прошлое, а что-то становится центром этой новой школьной вселенной. И опыт показывает очень-очень продуктивным центром. Мы сейчас прямо перейдем к осмыслению, к новому положению. Сейчас подойдем, но я хотел бы, завершая вот эту тему, и дальше, если мы к ней вернемся, можем попустить, вот она просто была сейчас. Я хочу сказать, вот в интернете миллионы просмотров получил видеоролик, заснятый по заказу крупного и очень интересного деятеля русской православной церкви Тихона Шевкунова, владыка Тихона. Там он сам, по-моему, не фигурирует, а там это просто эти самые видеооператоры подходят на улице, там в магазине к молодым людям и дадут ему вопрос, такой, кто такой там, Лев Толстой, или знаете ли вы, трех художник, кто написал там «Войну и мир» или там «Три сестры» или что-нибудь. Ну и, как правило, эти молодые люди не отвечают, говорят, какую-то глупость, полную чушь и так далее. Ну, волосы встают дыбом на голове, там у меня особенно. И я хочу сказать, что в 70-е годы прошлого века я помню такие же опросы, таким же результатом. Тоже на улицах никто ничего не знал, потому что вырваны из контекста там и так далее. Но замечательно в этом ролике, найдите его в интернете, такой момент, кто-то из спрашиваемых там девочек или мальчиков лезет в карман, достает мобильник и говорит, «Я сейчас вам скажу». И в этот момент камера выключается. Мы не хотим видеть эту иначе устроенную компетентность, иначе устроенное знание у наших детей. Когда у меня не было этого мобильного телефона, сейчас я выключил, положил там под стол, я помнил, ну, сотню телефонов друзей, наверное, наизусть. Сегодня я не помню телефона своей жены. Конечно, не помню телефона Артема Соловечка. А нам говорят, что вот память не развивается, и вот теперь мы все будем менее развиты. Я на самом деле, благодаря того, что частью нашей памяти стали эти железки, наверное, память будет слабее. Она, может быть, будет устроена иначе, там как-то ассоциативнее, картиночнее, чего-нибудь такое, пока и это не пролезет в искусственный интеллект. Это очень все драматично. Я же говорю, то вещи, которые мы говорим, решения, которые мы осматриваем, они не очевидны, они не простые, но они неминуемо вытекают из того, как устроен окружающий мир. Да, мы не знаем, мы не помним телефон, мы можем начать сейчас учить в школе детей, в первом и втором классе, учитывать семизначные последовательности цифр. Учить. Чтобы тренировать их память. Раз нету потребности, давайте в школе тренировать их учить 7, 8, 26, 19, 14, и вот, чтобы каждый ребенок к концу первого года обучения знал бы сотню таких последовательностей цифр. Они могут совпадать с телефонами у взрослых и родителей, неважно. Ну, просто могу сказать, а вдруг ты попить, что это мобильник, подойдешь к дяде, ну, даже, хорошему дяде, значит, и он тебе наберет это. Есть смысл, да? Как мы сейчас говорим, конечно, все пишут на компьютере, но писать от руки полезно, потому что, так кажется, на небитаемом острове, там, самолет потерпит крушение, тебе надо будет в бутылку положить записку, и вот ты ее напишешь, а так, вот, все, конечно, ложные объяснения, тем не менее, конечно, какую-то часть школьного времени надо посвятить и грамотному письму без компьютера, и умение писать от руки без компьютера, и умение считать, без калькулятора, и так далее. Вопрос пропорции. Когда мы убиваем жизнь ребенка на неинтересное, ненужное для него дело, это значит, мы приняли решение за него. Мы принимаем решение, что это лучший способ развить его память, его мелкую моторику, вот этими действиями, для него не имеющими никакой ценности. Сложными, тяжелыми, не для всех, для кого-то каллиграфия станет делаем его жизни. И становится, она сейчас сегодня уже не является частью обучения. Это частью, часть искусства, как художники, так и каллиграфия. Ну вот, значит, если вернуться к слайду, то там говорится, вот еще что, такая вещь, что школа, которую мы хотели бы построить, и дальше я постараюсь аргументировать, что это реальность сегодня, она будет удовлетворять федеральному стандарту. Ну как же, погодите, а если он будет считать на калькуляторе, писать на компьютере, будет ли это выполнение федерального стандарта общего образования? Ну вот, как ты думаешь, будет или нет? В стандарте написано... У меня очень трудное отношение со стандартом, я надеюсь, что стандарты тоже поменяются. Это хороший ответ, да. Но я могу сказать, что стандарты и считать его буквально, там не написано, что ты должен его выполнять без компьютера. Ну понятно, да. Я должен уметь выполнить эту операцию так и не просто. Ну да, должен уметь писать, читать, понимать, выписывать уравнение химических реакций в таких-таких-то случаях, решать геометрические задачки и так далее. Но то, что ты в решении геометрических задач нарисуешь что-то на экране или в решении алгебраических задач используешь, манипулирование формулами на экране, там вот не запрещено. Вот. Ну, в этом смысле федеральный стандарт не препятствие для реализации такого плана. Школа безостающих. Эта тема, на самом деле, связана с идеей персонализации образования, но персонализация требует, конечно, некоторого индивидуального внимания к ребенку, что непросто. А цифровые технологии здесь могут очень помочь, про это, может быть, мы будем говорить. Но, кроме того, и требует ресурса. И вот то, что перекладывая что-то на компьютер, когда ребенок научает компьютер что-то делать, например, складывать числа или грамотно писать и так далее, освобождает его ресурс и позволяет все-таки достичь определенной траектории для каждого школьника. Про это мы можем говорить. Ну и вот про выбор и про пути для продолжения образования после школы тоже, мы надеемся, цифровое образование, про это тоже мы еще скажем. И что, вот, помогая ребенку делать его выбор, давая ему возможность осваивать вещи, нужные в последующей жизни, мы будем сохранять, в том числе, его здоровье и не так его существенно перенапрягать. Вот сейчас есть некоторая картинка, которую тоже хотелось бы мне проиллюстрировать. Если мы будем говорить о том, как должны быть устроены результаты образования в данной предметной области с ориентацией на будущую жизнь и работу, то возникает идея о том, что в самых разных образовательных процессах мы должны формировать эти самые навыки 21 века. Во-первых, цифровые навыки, о которых я говорил, во-вторых, вот то, что называется гибкие навыки, ну, например, навыки работы в команде, в группе, а не самостоятельного продвижения к данной отметке, да, помощь другому. Это диалог, понимание другого, умение объяснить ему, достичь понимания со своей стороны и со стороны собеседника. Это вообще планирование взаимодействия с другими людьми, иногда имеющими противоположные интересы, иногда совпадающие интересы и так далее. Лидерские качества, возможность работать с информацией из новой темы, вообще восприятия нового, решения новых, ранее не бывших задач. Вот все это навыки 21 века, и мы считаем, что они должны формироваться во всех школьных предметах. Ну, прежде всего, в том, что можно для каждой предмет новости назвать вот таким основным образовательным ядром, вот основным знанием, которое нужно для того, чтобы понимать потом другие вещи. Ну, например, в химии надо понимать, что вообще есть химические элементы, из которых формируются молекулы, что есть химические реакции, и реакция не зависит от того, много ты взял вещества или мало взял вещества, ну, скажем, от температуры может зависеть и так далее. И вот это есть такая базовая часть образования, которая достаточно для того, чтобы получить на том же едином государственном экзамене, даже по данному предмету, вот эту минимальную оценку. Конечно, это школьная тройка или тройка с минусом, но тем не менее, вот это можно достичь в каждом школьном предмете вот в нашей школьной модели, которую мы описываем. С другой стороны, это большее образование, вот образование для современного мира, ну, соответствующее хорошему, отличному знанию в современной школе, сдаче ЕГЭ, безусловно, на отметку, позволяющей поступить нужную, минимальную для поступления в ВУЗ, а дальше уже вопрос конкурса и так далее. Вот это часть школьного образования. и что нам можно назвать это профильной частью. И это основная образовательная программа, а дальше возникает дополнительное образование. Значит, конечно, дополнительное образование не обязательно в предметной области, но здесь мы говорим именно о том, что в рамках предмета, это может быть кружок по химии, или по программированию, или по какой-то еще современной теме, экспедиции по истории и так далее. То есть это часть школьного образования, которая не обязательна, но в которой тоже, может быть, даже в еще большей степени формируются навыки 21 века, и которая относится уже к дополнительному образованию. Вот это конструкция, которую мы себе видим, и здесь всюду, и в ядре, и в расширении профильной школы, и в дополнительном образовании, всюду можем использовать навыки 21 века, и формировать навыки 21 века. Ясно, что изучение чего-то одновременно используемое и более эффективный способ что-то научиться делать. Идя дальше, можно сказать, что сегодня не всегда у нас, скажем, вузовская программа приспособлена к такому продвинутому видению, как то, о чем я говорю. Я беседовал с несколькими ректорами вузов, известными и уважаемыми людьми и встречал разную реакцию на то, о чем мы говорим. Довольно распространенная реакция сегодня ректора вузов, что школа плохо учит, школа плохо готовит школьников для поступления в вузы. Ну, многие ректоры технических вузов, например, об этом говорят. У этого мнения есть множество разных причин, откуда оно берется, но я укажу одну из важных, мне кажется, причин, существенных для понимания взаимоотношения школы вуз сегодня в стране. Сегодня, по крайней мере, последние десятилетия и, наверное, еще какое-то время, к сожалению, после сегодняшнего дня, ближайшие годы, инженерные профессии технологические не пользуются таким уж большим авторитетом и престижем. Ну, вот инженер по атомным электростанциям. Да, конечно, важны атомные электростанции, но так уж и много людей хочет идти учиться на такого инженера. Или там теплотехника, или даже автомобилестроение и все такое прочее. Инженерное дело не пользуется сейчас в стране престижем. Это было связано с потерей престижа с существенными изменениями в экономике и в политике и вообще в жизни общества, которое происходило в последние десятилетия. Значит, уменьшился престиж, а предметы остались столь же трудными. А у детей есть какие-то другие, более интересные занятия в жизни. Естественно, что они хуже подготовлены к поступлению в ВОЗ. А ВОЗ хочет набрать столько же студентов или еще больше. Количество студентов в нашей стране растет не монотонно, но с каждым годом их все больше и больше. Существенно больше, чем было при советской власти. так, ВУЗ берет более-менее заинтересованных, более слабых студентов и в большем количестве. Естественно, что ему приходится его доучивать. Не так уж страшно, можно и доучить. Важно опять к этому относиться доцентам тех же самых капитана математики, физики и так далее. но тем не менее, если мы хотим, если у нас останется в ближайшие годы неизменяемым единый государственный экзамен, требование вузов в нашей стране, в другой стране, значит, мы будем учить ребенка и нецифровому миру, нецифровому способу деятельности, и это будет частью дополнительного образования. Ну и сейчас не секрет, что если ты хочешь поступить в серьезный вуз, тебе нужно дополнительно заниматься, готовиться к ЕГЭ, но лучше все-таки учить математику, скажем, физику, информатику и так далее, но заниматься дополнительно, дополнительное образование, и это вот есть на этом слайде. И дальше есть еще одна интересная перспектива, она состоит в том, что вот кому-то из родителей такой переход покажется уж слишком радикальным, и они скажут, ну вот у нас дедушка или прадедушка так красиво писал от руки, или вот знал Евгений Онегин наизусть, а ты смотришь какую-то муть в компьютере и не можешь ничего написать, да, и так далее. Многое другое. Ну вот и здесь я думаю, что школа должна обеспечить вот период ближайших десятилетий дополнительного образования для тех, кто хочет освоить как что-то из исторического багажа, который сегодня потерял цены совсем или стал менее ценным, но тем не менее мы хотим, чтобы мой ребенок там то-то, то-то, то-то. Ну что ж, давайте дадим возможность этому ребенку освоить те или иные традиционные, истинно традиционные представления, традиционные знания. Ну вот здесь говорится, суммируется то, что я говорил до этого, о том, что навыки 21 века могут формироваться во всех областях школьного знания, и что они бывают гибкими, цифровыми, профессиональными, и что есть базовое такое ядро образовательной программы, и есть вот современное содержание на профильном уровне, и что есть дополнительное образование, в котором с одной стороны мы можем осваивать те или иные профессиональные элементы, мы знаем, что сейчас школьники в 12 лет начинают уже программировать, где можно готовиться в вузы, где есть особые такие исторически важные элементы, и что в тех или иных вопросах дополнительного образования можем сказать, а вот здесь компьютер мы отложили в сторону, здесь калькулятор тебе не нужен, хочешь поступить там в МГУ или там в Кембридж, все, там на экзамене нет компьютера, значит, ну, в Кембридже может и есть, но, значит, работай без компьютера, пожалуйста. Вот это та реальность, как я уже говорил, и то, что я буду договорить, это достаточно реальная такая вещь, значит, относящаяся к тому, как может организовывать школа буквально завтра, вот у нас в понедельник, сегодня у нас вторник, вчера, вчера в Общественной Палате Российской Федерации была встреча, относящаяся к следующей проблеме, есть экзамен по информатике, который существует с начала, с первого дня ЕГЭ, нам уже более десяти лет, и его всегда выполняли на бумажке, более того, уже много раз, и десять лет назад, и восемь, и шесть лет назад проводили апробацию его выполнения на компьютере, тем не менее оставляли бумажный вариант, ну вот, такой известный очень деятель российской технологии, науки и политики, значит, Михаил Погосян, сухой, МАИ, он очень этому удивился, он уходил этой самой комиссии по образованию науки, общественной палатой, сказал, нет, это какая-то ерунда, учителя не готовят, еще учителя приготовятся, пусть экзамен будет на компьютере, надо сказать, что Медведев, наш премьер-манист, когда он был президентом, уже, одесса, тоже это сказал, что это национальный позор, что экзамен по информатике все еще идет, значит, на бумажке, вот, но я надеюсь, что на будущем году будет по желанию, кто хочет пишет на бумажке, но в девятнадцатом году, не в восемнадцатом, конечно, кто хочет работать на компьютере, но в двадцатом году, я думаю, что все уже будут, экзамен по информатике, по информатике, по информатике, но есть и другой пример, скажем, экзамен по английскому языку, все садятся перед компьютером, чего-то говорят ему, компьютер чего-то говорит им, а написать чего-то на клавиатуре, если человек может, умеет, уже научился писать по-английски на клавиатуре, там, слово заменить, исправить, так сказать, там, посчитать, сколько у тебя всего слов, легко и быстро можно, это нельзя все еще, ну, может быть, с английского языка тоже начнется. Это примерно как к тому, что в реальной жизни нам все это уже можно, а в школе нам все это нельзя, правильно? Да. Да, ну, в реальной жизни, конечно, мы пользуемся и компьютерами, пишем на компьютерах, считаем количество слов на компьютере, посылаем письмо на компьютере, а вот на экзамене все это нельзя, ну, наверное, какая-то есть. Вот здесь коротко написано, что могло быть в русском языке, они будут это зачитывать, я думаю, что презентацию можно увидеть, будет после, после сегодняшнего обсуждения, но просто здесь как раз и говорится о приоритетах 21 века, эти приоритеты совсем не обязательно цифровые, умение создавать грамотно-устные, письменные, гипермедийные, уже цифровые, но не обязательно цифровые, можно сделать перформансы, так сказать, театральные и так далее, умение понимать произведения, в ядро входит что-то, в том числе и базовое умение писать, гелевая ручка и так далее, то есть, ну, вот, буквально еще следующее, вот, на иностранном языке, то же самое нам нужно, но с другой стороны, сегодня есть переводчик, который будет тебя переводить письменно, приемлемо, но особенно хорошо, если ты найдешь там ошибку, ее исправишь и так далее, на этускую эту работу, и лучше. вот давайте вернемся, я просто хочу сказать, что вот эти вот примеры компетенций, они ясны, и ясны в том числе, я думаю, что и школьным учителям, и лишь, вот, разные причины. и парадокс заключается в том, парадокс того, что я сейчас скажу, что, чтобы, я вижу сейчас, вот, реплики и чат, который идет, там очень много к вам вопросов, обращений, ну, в том числе, и претензий, претензий, само собой, да, потому что техники нет, реальность совсем не совпадает с тем, о чем мы сейчас говорим, хотя я думаю, что это не совсем так, дело не в технике, еще раз я говорю, да, но, вот, новое образование приходит там, где приходит, совсем страшное слово скажу, где появляется свобода от стереотипов сегодняшних, и большее остановление того, что сегодня мир нам уже сегодня дает, не в цифровом виде, а в том, что действительно мы все, живем уже в совсем другом мире, и это расхождение современности и реальности в школе, не про будущее говорим, про сегодня, оно так сильно уже, что дети вообще не понимают, почему мы находимся в этом зазоре, хотя не могут это там сказать, выразить, сами не могут еще сообразить, что есть такой зазор, а мы это не принимаем, потому что у нас наработанные приемы, привыкания к чему-то, и кажется, что если этим не владеет человек, то он безграмотен, если он так не говорит, он безграмотен, наверное, так и есть для того мира, в котором я вырос, вы выросли, но это уже не так, наверное, для сегодняшнего мира, и уж тем более даже для нашего поколения, более старшего, которое работает уже внутри разных компаний, работает в корпорациях, и обнаруживает, что скорость процесса так велика, что там только для вечера остается вот эта каллиграфия и так далее, а здесь требуется всегда понимать, что мы сейчас говорим об этом, мы сейчас решаем вот эту задачу, и эти то же самое софт или гибкие компетенции, умеющие исследовать проблему, анализировать ситуацию, ставить цели, сегодня это выходит на самый первый план, потому что это как раз то, что еще не умеет делать совсем компьютер, хотя, как мы говорим, даже в кругу он уже умеет играть, но там все-таки какие-то есть правила, в жизни правила гораздо более расплывчатые, не такие формальные. Вот, ну вот, подводя итоги этой части доклада, ну и дальше я упомяну коротко еще в некоторых перспективах, но в основном мы уже будем завершать вот эту лекционную, в основном монологическую часть, немножко идеологическую, я хотел бы сказать следующее, отвлекаясь уже от отдельных предметов, что в 20 веке школу можно себе условно представить следующим образом, что в школьном образовании немножко формируется то, о чем мы говорили, ну и командная работа, конечно, где-то есть, особенно у хорошего учителя, и умение аргументировать и понимать другого, да, тоже есть, Васильев, ты не слышишь, что я тебе говорю, ну, он его тренирует, а то, что он слышал. Значит, Васильев, это никаких аллюзий здесь не имеется в виду, чтобы кто-то кого-то не слышит, значит, это большая часть школьного образования, немножко наука 21 века, и немножко относящаясь к профессии. То есть, мы же картинка, да, вот, то есть, это вот левый столбик, да? Левый столбик, это как вот происходит учение в сегодняшней школе, немножко наука 21 века, много предметного знания и немножко относящаяся непосредственно к профессии, к твоей будущей профессии. Сейчас мы вот пытаемся новый подход, новую концепцию курса технологии школьного реализовать, предложить, вернее, правительство, возможно, она будет в ближайшем месяце утверждена. На экзамен ты выходишь, там, ну, совсем почти ничего нет, вот, профессионального, ну, где-то вот программирование какое-то, может быть, полезно, экзамен по информатике. Не все, конечно, школьное знание, многие обижаются, что те или иные вопросы, которые входят в предметы, в ЕГЭ никак не отражены. Кроме того, вообще, некоторые ЕГЭ можно не сдавать, много рассматривают, вообще никто катастроф, а вовсе не выбор ученика. Ну, и навыки 21 века тоже какие-то минимальные совсем. То есть, экзамен – это в основном предмет? Конечно, конечно, и то не весь. И дальше в жизни оказывается, что предметное знание и ненужное забывается, очень быстро и просто выветривается из памяти мгновенно, что тебе приходится наращивать навыки 21 века, потому что вокруг тебя 21 век и цифровые, и коммуникативные, и логические. Это вот синяяка. Да, это синяяка нижняя часть, да. А дальше все профессия, значит, ты идешь учиться в ВУЗ, ты учишься профессии, ты начинаешь узко в своей профессии работать и, конечно, горе тому, кому профессия придется менять. Это очень показательная картинка. Ее можно для себя нарисовать, переосмыслить или как-то по-другому нарисовать, но в целом это вот то, что и происходит. Вот мы учимся, вот наши экзамены, и к ним уже большой вопрос, что мы проверяем на экзаменах, и уж совсем, оказывается, другая жизнь, когда мы выходим в профессиональные. И здесь неотносительные, да, вот эти вещи. Это мы имеем в виду почти, что абсолютный результат. Ну, конечно, мы пытались это примерно оценить, исходя из тех или иных просто программ и так далее. И вот, что, собственно, предлагается про 21 век. Это то, что навыки 21 века, это не отдельный школьный предмет. Это то, что мы стараемся реализовывать, там, где-то в какой-то проектной деятельности, где-то используют те цифровые коммуникации, дистанционные форматы общения и так далее, совместные деятельности, о которых ты говорил, да, что положив куда-то там в Яндекс или в Гугл свою письменную работу проектную, да, и ты приглашаешь своих друзей тоже с этим работать, что было бы невозможно не в цифровом мире, да. То есть, так же, как домашнее задание ты можешь сдать перед следующим уроком, и учитель на этом следующем уроке отзовется на домашние задания и все, которые он получил. Он скажет, вот типичные ошибки, вот интересные ходы и так далее. В доцифровой школе это невозможно. То есть, учитель собирал тетрадки, без всякой реакции, рассказывал новый материал и потом мог на следующем уроке вернуться такой анахронизм. А цифровая школа и коммуникация, она... Я хочу, чтобы нас сейчас крупный план сделали. Это тоже очень важная вещь. Отметьте, вот домашнее задание, как мы сказали, принесли, пока проверили, а тут уже новые темы. Вот в этом зазоре современном и случаются новые школы. Если каждый из этих элементов додумать уже в новую реальность, новую продигму, то там открывается совсем другая школа. И такие школы возникают, появляются. И мы про них будем тоже говорить. Ну, вот если теперь посмотреть на слайд, то вот что получается, что мы действительно можем успеть тот же материал предметный, но с использованием цифровых технологий даже больше освоить в школе, но больше внимания уделить тем или иным профессиональным направлениям, дополнительного образования и так далее. Вот эта сине-зеленая часть наверху, зеленая, потому что там вот все эти самые навыки XXI века, вернее синяя, а значит зеленая это профессиональная часть. На экзамене мы можем проверить, используя опять цифровых технологий во время экзамена, уже практически все предметное знание, плюс мы проверим и оценим уровень владения какими-то элементами профессиональными и значит навыки XXI века. И дальше нам удастся, дальше используя цифровые ресурсы, когда нам понадобится что-то из формулы бензола или исторических дат, быстро найти это в своем мобильнике. Мы привыкли уже это делать в школе, мы постоянно используем знания не только в голове, не только под черепной коробкой, но и во всем окружающем мире. Мы обращаемся к консультации каким-то специальным вопросам, каким-то консультантам и так далее. Мы анализируем информацию, если мы что-то будем в больших данных с помощью искусственного интеллекта получать и так далее. То есть, значит, вы все это используете. Если для себя упростить, в школе XXI века, мы уже, кстати, XXI веки, да, немножко, да, мы уже до XXI века, само обучение и сам процесс, который весь происходит, он, по сути, не отлично, то есть он готовит к той жизни, к которой вокруг происходит. Он этот разрыв убирает, да, процесс. И получается, что мы, да, мы изучаем предметы, да, мы изучаем всякие навыки, знания и те же самые зуны, они там все присутствуют. Но сама технология того, как мы делаем, сам процесс, который мы существуем, да, он нас готовит к взрослой жизни, и мы не забываем все, что было раньше, и это все не пригодилось, мы как раз, изучая предметы, изучая знания, мы нарабатываем опыт, который и является универсальным для чего бы, для всего, чтобы я не делал в своей жизни. То есть моя мечта, я сейчас скажу, она может не совпадать с тем, что вы сейчас говорите, так ладно, моя мечта, чтобы все равно в центре школы было знание, и я даже сейчас уже позволяю себе такую смелую мысль высказать, а может здесь я вам, наверное, первый раз говорю, да, что когда мы говорим про компетенции, это такой психологической компенсации того, что не можем дать знания. Ну, это я на самом деле тоже самое говорю. Надо давать так знания, чтобы рождались компетенции. В прямую компетенции не рождаются, должна быть какая-то деятельность, и разные придумываются деятельности, которые часто уже и не про знания. Я бы мечтал, чтобы мы так знания преподавали, чтобы рождались компетенции, и это было ключом к моей личности. Вот, наверное, про это. Я абсолютно согласен, но просто еще раз добавлю к этому, что вот то знание, которое мы как-то с ним разобрались, как-то освоили в школе, в результате того подхода, который предлагается, сохраняется с нами на всю жизнь. Что, ну, забыл и забыл, и все. Или выучи заново. Здесь мы говорим, все, что нужно, находится здесь, находится под рукой, находится в компьютере, находится в телефоне и так далее. Все знания, которые тебе понадобятся, ты их проходил в школе, очень хорошо. Где-то его осталось, ты понимаешь, что такое атом, молекула, химическая формула и так далее. Вот тебе таблица Менделеева под рукой. Мы знаем, что и в 17 веке, и в 18, и в 19, это только подтверждает то, что мы сейчас говорим. Если знания приобретались в некой деятельности, то есть учителя были так точны, я бы сказал, не хорошо, а так точны, что понимали, что переработанное знание становится частью тебя, это на самом деле то же самое. Мы сегодня имеем гораздо больше возможностей для всех школ, для всех учителей создавать большой спектр деятельностного, какого-то сосуществования, в котором знания становятся частью моего картины мира, или всего мира, и я уже могу, как взрослый, с ним взаимодействовать, а не что было, не знаю, выучил, экзамен сдал, ну да, забыл. Вот это парадигма тоже принципиально меняется. Знание всегда с тобой, тебя всегда могут его спросить, и ты не обязательно должен держать его в голове. Вот это вот основные позиции. Значит, дальше я хотел рассказывать про персонализацию образования. Это важная тема, но пожалуй, что мы действительно не будем ее смешивать, просто скажем, что вот в этой самой картинке, да, ну, во-первых, вот здесь вот есть такой термин disruptive innovation. Я стараюсь не очень американизировать, хотя, безусловно, честная часть технологии, конечно, это мировое достижение, а не российское. И, конечно, к сожалению, компьютеров и других гаджетов в России не делают, или почти не делают. Вот. Но, значит, disruptive innovation это такое понятие, как инновация, которая радикально что-то меняет, которая приводит к отказу от чего-то раньше, являющегося основным подходом, инструментом и так далее, и заменой на что-то новое. Вот, что мы говорим о том, что мы можем сохранить все старое. Я бы хотел проиллюстрировать. Часто вот в этом месте показывают две картинки. Это снимок на Мэдисен Авенью, в какой-то год, я сейчас не помню какой, и все там заполнено экипажами, лошади везут экипажи. И ровно через 10 лет снимок из того же самого положения это уже все заполнено машинами. 10 лет переход от жизни, которой тяга является одна лошадиная сила, к жизни, которой тяга является гораздо больше лошадиных сил на одного пассажира. 15, наверное. 15, 20, 30. И никто не мог бы поверить за 10 лет до этого изменения, что вот такое радикальное изменение произойдет. Мы не пугаем этим радикальным изменениям, говорим, что disruptive innovation, это действительно не просто замена лошадей машинами. И в этом смысле как ездили люди, так и ездили. Чуть длиннее, чуть это. Но образ жизни поменялся, образ мысли поменялся, поменялась экономика, поменялась всякие идеи, а на самом деле просто поменялась скорость движения, легкость и еще что. Хотя при этом пришли столько проблем. Да, и казалось бы... С парковкой. С парковкой, с парковкой. А уже, я же помню, самая потрясающая вещь. Вы что думаете теперь для каждого поезда, что мы должны стоить железной дороги? Сколько, как дорого будет стоить? Это же вот первая мысль, которая приходила, когда кто-то предлагал поезд. Это железная дорога. И вы имеете в виду, что мы теперь в каждое место, ну то есть куда он поедет, да, будет железная дорога. Раньше лошадь скачет. Да, и вокруг нее этой дороги будет рождаться вся жизнь. И выяснилось, что так оно, как раньше вокруг вдоль рек, так теперь вдоль железной дороги. И то же самое, мы действительно должны себе сказать, что нам нужна свобода, свобода помыслить новую жизнь, свобода увидеть в том, что есть не радикальные изменения наше представление об обучении, жизни и так далее, а радикально новые возможности добиться тех же самых целей, результатов, которые мы себе ставили, но гораздо более эффективно, сохраняя достоинство ребенка, сохраняя свое собственное достоинство и сохраняя школу свободной, защищенной зоной. Вот какую... Да, это все, безусловно, так. И просто отмечу очевидность, что, опять-таки, как писал Выгодский, Выгодский говорил, что орудия труда меняют труд, а вот орудия мышления меняют мышление, что наличие автомобиля не так уж радикально изменило школу, как и другие примеры материального мира. А вот именно изменение интеллектуальных технологий, информационных технологий и приводит к тому, что мы начинаем иначе думать, иначе учиться, иначе действовать, иначе общаться и так далее. В этом, собственно, и суть и общества знания, которое описывает современную цивилизацию, и информационной цивилизации, цифровой экономики и так далее. Потому что меняются не только конкретные телефоны или компьютеры, а меняется способ жизни человека. И учение должно это отражать. Я очень надеюсь, что у нас получится в следующем году все вместе побывать, как я говорил, в разных школах, которые сегодня появляются. И в этих школах уже строится образование, вот исходя из этих убирания комплексов, боязней и так далее. И не только потому, что есть деньги, и не только потому, что есть технологии. Технологии просто показали, что это возможно, что это есть. Просто открыли нам новые связи, и нам эти связи можно воспользоваться. Я знаю, и мы тоже по этому будем рассказывать, что замечательные школы есть в разных точках мира, которые очень передово преподают. И там вот то, что мы сейчас могли бы делать на платформе компьютера, делать с помощью записочек, заметочек в ноутбуках. Но это уже все равно новая технология. Там нет компьютеров, но они уже по-новому преподают. И такие новые преподавания были уже и у наших педагогов. Это все вопрос смены приоритетов или сознания, которые позволят нам увидеть возможности каждого ребенка гораздо более мощно, чем сейчас, потому что мы не успеваем просто технологически организационно так организовать урок, чтобы всем детям досталось возможность и выступить, и сказать, и заявить, и всех проверить досконально. А вот эти возможности, они как раз у нас все, наверное, появятся. Вот буквально одно слово про эту самую платформу персонального образования. Идея состоит в том, что очень хорошо персонализировать образование, каждому ребенку дать ему персональные цели, персональные задачи, спланировать, договориться с ним, чтобы он все понял и так далее. Но невозможно все это удерживать учителя в голове. Но можно, заложив все это в компьютер, спланировав с помощью компьютера, дальше удерживать там. Дальше, если ребенок использует компьютер в своей работе постоянно, то и следы его деятельности тоже там же. Они легко могут быть сопоставлены с его целями, задачами и с тем, как все идет. И более того, можно важные моменты урока группового проекта снимать на видеокамеру, и дальше учитель или другой эксперт может анализировать то, что заснято, записано видео-аудио, и там действительно просто, как эксперты оценивать наличие тех или иных навыков 21 века. Вот что мы сейчас и проделаем. Сейчас у нас сюрприз, сюрприз не объявленный, сюрприз, он пришел к нам из прошлого вебинара, предыдущей видеоконференции, и он связан с тем, что у нас есть запись вот одного такого попытки решить задачу, к сожалению, или в данном случае... Загранившиеся в веках. В веках, да, или к счастью, я был героем этой неудивительной записи, и это еще говорит о том, что на самом деле, конечно, мы говорим про самые невероятные вещи и про будущее, но самые простые вещи мы почему-то, нам изменяют в какой-то ответственный момент, и когда в прошлый раз, может быть, не все это видели, а кто-то видел, кто-то уже видел в соцсетях, это распространяется, я решил рассказать про то, что у нас сейчас идет программа с 1 по 17 декабря 25% скидки на все, вот, на всю помощь, которую оказывает издательский дом 1 сентября, и на курсы по шансификации дистанционные, и на школу 2 века, и я решил, что мы это продемонстрируем, или мне подсказали, что можно продемонстрировать с помощью вот пирога или торта, которым ты покажешь только 25% скидки, и вот, значит, соответственно, все увидят, какую мощную скидку мы даем, и как действительно появляется возможность подключиться тем, даже тем, кто еще до этого размышлял, стоит участвовать в каких-то программах или нет. И вот я покажу запись, запись вот такой попытки продемонстрировать что такое 25%, и попрошу Алексей Леонидович, прокомментировать даже не меня, потому что там ошибка, она очевидна и заложена, а что вообще бывает в голове у наших детей, что вообще случается с нами в разных ситуациях, да, какие иные водные могут попасть вот в наше, вообще просто вычисления, да, какие иные водные в реальной жизни могут попасть, что человек как будто он обезумел, как будто он потерял сознание, и творит нечто, что ни на что не похоже. Многие потом мне сказали, что я это специально сейчас все придумал только для того, чтобы еще больше акцентировать скидку 25%, показал меньше, а на самом деле больше, и теперь у меня есть истории, мы в этой истории все живем уже, но давайте посмотрим маленькое видео одну минуту, и потом я попрошу Вас как педагога, как академика прокомментировать, предположим, это ученик, а у учеников очень, вы узнаете ситуацию, очень часто это происходит, они путают что-то с чем-то и уверенно рассказывая, почему они так делают, совершают грубейшие ошибки. Мы не наказываем, мы говорим про другое, что все ошибки, это вот право на ошибку позволяет нам как раз и развиваться, создавать истории. Итак, мы сейчас вместе с вами посмотрим всего два часа, небольшое видео, нет, у нас полтора, мы посмотрим небольшое видео, и может быть сегодня я смогу, я запускаю это видео, и так, я замолкаю, смотрим одну минуту, а потом разбираемся вместе. 5 процентов, ну или ощутить атмосферу праздников, мы здесь что-то придумали, и посмотрим, получится ли у меня вам показать, что такое 25 процентов, вот он целый, и 25 процентов, мне сказали, смогу ли я решить задачу, и показать, что такое 25 процентов от пирога, то есть я знаю, что такое половина, я ее себе наметил, я знаю, что такое 45 процентов, я себе наметил, ну и, наверное, я смогу, то есть если 45 делить пополам, это получится не 25 процентов, нужно мне чуть-чуть больше отрезать, чем 25, потому что 45 пополам, это будет 22,5, а мне нужно 45, поэтому чуть больше, чем половинка, это и есть вот эти самые 25 процентов, положу сейчас на тарелочку, чтобы можно было увидеть, да, и сразу вот этот торт, который мы все с детства любили, да, Прага, по-моему, да, это Прага, вот, и вот, собственно, 25 процентов, ну, вы знаете, трудно, сжать смех, когда смотришь, вот, собственно, эксерциз, да, вот то, что ты сделаешь, и сейчас, сейчас, вот я дам вам слово, да, но я хочу сказать, что, по крайней мере, скидки гораздо больше, чем я показал, да, то есть это очень важная, мне кажется, вещь, которую я хотел бы сейчас отметить, еще раз скажу, что я делаю не специально, но действительно, скидки 25 процентов, это четверть, как могло с человеком такое случиться, что произошло? я думаю, что здесь есть два действительно очень типичных и важных школьных эффекта, во-первых, что, вот, школьное знание вне контекста реального мира, там происходит действительно фантастические трансформации, и скажем, спутать градус, когда один кружочек наверху, около какого-то числа, с процентом, которые два кружочка, на которые, мы же делим, да, здесь касаемо, понятно, поэтому, это вот как раз и есть вот те самые 45, но которые мы делим, значит, градусов 45, но мы делим, получаем проценты из градусов, значит, и поэтому, ну, 45 и 50 примерно одно и то, это уже, так сказать, реальная глубина мысли, вступает, в этот момент, в этот момент, этот главный момент, когда человек мыслил, когда 45, 50, еще мы делим, надо, гениально, 22,5, это, конечно, потрясающе, вот, а дальше, как раз реальный мир, потому что, торт-то реальный, и у Артема возникает ужас, неужели весь этот кусок, отдать в скидку, нет, и он урезает его, моментально забывая все свои вычисления, говорит, вот, пожалуйста, вот 25 процентов скидки, вот она здесь, вот, ну, я думаю, да, и другая вещь, конечно, я очень, ну, у меня большая семья, много детей, часто я очень режу торт, и приходится, во-первых, на гораздо меньшие кусочки резать, потому что у нас много, а во-вторых, кажется, как-то бескультурно взять и четверть пирога дать, и третья вещь, с которой я потом думал, как это могло произойти, я очень, наверное, внутренне переживал, что почему же я отрезаю, мы же даем весь пирог, за 25 процентов меньше стоимости, да, то есть пирог-то мы даем целый, и так далее, поэтому я хочу, во-первых, напомнить, что у нас продолжается наша скидочная программа еще до 17 числа, и можно получить повышение квалификации за гораздо меньшую, на 25 процентов меньше стоимость вот до 17 числа, только подписаться, мы пришлем вам списки тех курсов, которые являются наиболее популярными, и которые вы сможете пройти, вы все можете пройти, но какие, может быть, вы захотите пройти вот за этот короткий срок, который у нас сейчас есть, и то же самое касается участия в проектах Школы Сверхового века, напомню, что все, кто входит в проект Школы Сверхового века, получают презентацию в свой личный кабинет после окончания видеоконференции, вебинара, и вы тоже получите, а главное, в следующем году участников Школы Сверхового века мы проведем по 5-6 уникальным школам страны, в которых и будем говорить больше про то, что мы сегодня только начали говорить, вместе осознавая, что же происходит на самом деле. У нас такое большое количество вопросов и отзывов в чатах, что я, если вы вам это передам, и мы как-то найдем форму к этому отнестись, что-то сгруппируем, и будем двигаться. Были вопросы, которые пришли еще до начала сегодня видеоконференции, но сейчас, раз уж все по-честному, раз уж мы уже выяснили, что такое 25%, и что такое четверть, я предлагаю еще раз повторить, и стереть ту программу, которая была раньше. Если бы у нас был цифровой эксперимент, мы могли бы просто снова восстановить торт и сколько угодно раз его резать. К сожалению, у нас не цифровая жизнь, у нас вот здесь, мы попробуем здесь, у нас есть... Ну, скажи, Артем, скажи, пожалуйста, мы совсем не будем на вопросы реагировать? Будем, будем реагировать. Мы сначала отрежем. То есть, мы реагируем на вопросы? Да, во-первых, я покажу, что у нас действительно есть реальные торты. Снова. А, теперь два торта. Два торта. Можно запутать. Можно запутать, но главное, что... Нет, я могу сказать, а вот скажи, пожалуйста, 25% от двух сортов, от двух тортов, сколько это будет? 25% от двух? Да, 25% вот от двух тортов сколько будет? Это вот столько же, сколько... Две черти. Правильно? Да. Две черти. То есть, можно один целый оставить, а другой просто половину отрезать. Ну, да, примерно так. Это полторта, да? Да, мы лучше отрежем вот ту самую читель, и я буду резать теперь уже, подглядывая за академиком двух академий. Двух академий. Значит, вот опять же, я помню, как я наметил половину, да, собственно, вот еще половину от половины, это и есть, наверное, четверть, правильно? Четверть половины от половины, да? Да. И мы отрезаем вот эти самые четверти. Вот такую большую скидку, оказывается, мы даем до самого 17-го числа декабря. Теперь можно сказать... Сейчас, ну, одну секунду, сейчас я дам тарелочку. Можно было бы сказать, что мы добавляем вот эту самую кусок торта, кусок торта к тому торту. Но беда в том, что добавленное будет уже не одной четвертью того, что получится. В общем, это непростая вещь, на самом деле, если можно чуть-чуть... Так, 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 вот все. Да, на самом деле, это непростая вещь, и в этом смысле можно запутаться, но со скидками все гораздо... Вы получаете вот все это. Да, вы получаете все это. На самом деле, мы должны были бы взять, может быть, деньги и от денег отрезать в самой четверти, да, чтобы показать скидки. Но мы вот на это уже не решились, от торта еще мы готовы отрезать, потому что мы его спокойно потом съедим. Но в любом случае, до 17-го числа на все, что предлагает 1-го сентября вы получаете скидку вот такую в четверть пирога, в четверть стоимости, на самом деле, полные пироги, в четверть стоимости, и теперь я уже смыл ту программу, сделали мы это... То есть, эту часть вы съедаете бесплатно, можно так сказать? Да, эту часть, да, да, эту часть, вот, вот это точно. Вы получаете бесплатно. Вот эту часть вы получаете бесплатно. И это и есть смысл скидок или того, что мы предлагаем, потому что мы, нам действительно очень важно, мы были все вместе, чтобы у всех была возможность с нами вместе работать, интересные вещи делать. И следующий год предполагается совершенно фантастическим. И я скажу, что вышла, наконец, одна важная книга Симы Львовича Соловейчика, которая не выходила уже много лет. Это книга «Педагогика для всех». И как с непрописными истинами воспитания, мы читали ее через нашу видеоконференцию с января. Мы начнем читать и книгу «Педагогика для всех», ее разбирать, говорить об этом. И это такая важная часть нашей жизни. Теперь у нас осталось сколько времени, и мы ответим на вопросы, которые пришли до вебинара какие-то. Да, к ним отнесемся. И, может быть, мы что-то еще успеем посмотреть. Вот. Ну вот, если уменьшается финансирование школ, нет средств, чтобы облатить интернет, то к ком цифрового преображения можно говорить. Я думаю, что... Ну вот, я уже говорил, что... Это, кстати, во многих вопросах, и в чате было время. Я хочу сказать, что учителя недовольны финансовым положением своим, безусловно. Они недовольны и тем, что, чтобы платить чуть больше учителям и достигать этих самых нормативов по регионам, перестают платить логопедам, психологам, перестают закупать ту же самую цифровую технику для школы. Все это правильно. Вопрос ставится чуть иначе. Как можно говорить? Я считаю, что говорить можно и нужно. Вот в начале 90-х годов, я постоянно участвовал и в работе со стандартами, и в работе, скажем, с тем, как оснащать школьные кабинеты физики, скажем. И мне в министерстве люди, в министерстве образования на чистых плодах, говорили, ну что же вы пишете, что в кабинете физик должно быть это, 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 и в химии это, и в кабинете информатики компьютеров должно быть. Ведь этого же нет. Я отвечал очень просто. Если мы не будем писать, что это должно быть, этого не будет. Вот если написано уже, что по нормативу все это должно быть, а этого нет, то учитель приходит к директору школы, говорит, директор, написано, что должно быть, а у нас нет. Директор идет к своему депутату, к руководителю РОНО, и говорит, вот написано, что есть, а у нас нет. Депутат, руководитель, учитель, начальник РОНО, идет к губернатору и говорит, губернатор, у нас это написано, у нас этого нет. Ответ к слушателю такой, и не будет, нет, будет. Где-то будет, где-то губернатор, чтобы выбраться, закупит, депутат проголосует, директор потратит деньги и так далее. Если мы не будем говорить, этого не будет точно. А если мы будем говорить, это где-то постепенно станет. И мы понимаем, что сейчас, да, в массовой школе все-таки массово есть кабинеты физики и химии, и есть этот самый компьютерный класс, хотя он нужен уже не так совершенно, а иначе и так далее. И, наверное, быстрее и лучше, чем если бы мы об этом не говорили. Вот ответ на этот вопрос. Значит, курс технологий. Технология занимает огромную часть в школьном курсе, в курсе школьного образования, и она очень важна на самом деле. И то, чему мы учим на руках технологии, совершенно не то, чему нужно учить. И вот это изменение связано и с цифровой экономикой этого лета, со словами президента страны, с которых я начал сегодняшнее выступление. С национальной технологической инициативой посмотрите в интернете, что будет происходить с нашей экономикой, или что могло бы происходить при хорошем сценарии с нашей экономикой. Выступление Дмитрия Пескова из агентства цинкологических инициатив, посмотрите. И станет понятно, чем должен быть общий курс школьной технологии и школьной информатики. Наверное, важные моменты математического содержания и школьной информатики должны быть объединены с математикой, и быть частью обновления курса математики. Вот не только про дроби математики, но и про многие другие важные вещи, в том числе и про анализ данных. А технология, в том числе и технология программирования, очень важная часть школьного курса, и важная часть того самого экзамена, о котором я упоминал, ЕГЭ по информатике, должна объединиться с технологией. Это не значит, что какой-то из учителей потеряет или приобретет часы. Часы останутся с вами, в этом смысле это святое, и никуда их девать не надо. А в том, что содержание и цели должны быть иными, должны быть перераспределены в соответствии с тем цифровым веком, в котором мы живем. Есть вопросы про электронные учебники. Электронные учебники, конечно, имеют отношение к цифровой школе, к цифровой экономике. Это действительно цифровые источники информации. Но именно потому, что мы очень много говорим про электронные учебники, и часто они далеко не отвечают идее активного включенности в действие и так далее. А это и есть основная идея. А это и есть. Дело не в том, чтобы было цифровое, а в том, чтобы было активное включение. Вот сегодня мы говорим в основном о другом виде ресурсов, об инструментах деятельности, скажем, переводчик с одного языка на другой. Это совсем не то, что электронный учебник даже по английскому языку. Хотя погружение в виртуальную реальность на английский язык может быть очень интересным, мотивирующим и так далее. Но это другое. Но мы говорим о проблеме в целом, выделяя вот именно те инструменты деятельности, которых мы сегодня обсуждали. Вот еще один вопрос. Значит, то, что электронные учебники дороги, что все-таки это 150 рублей. Вот правда ли, что российский учебник 150 рублей за один учебник берет? По-моему, 50, скорее, нет? Нет. 150. На самом деле 100. 100. 100. Да, посередине. Посередине, да, 100. 100. Я думаю, что он... То есть и 75 есть, и 85, и 100. Это зависит от того, как происходит закупка. Но в целом это меньше 100. Здесь говорится о том, что можно было бы, чтобы государство оплатило производство электронных учебников, и дальше они были бы бесплатными. В принципе, это разумный подход, потому что там все-таки нет стоимости бумаги и всего прочего. Но вся именно проблема в том, что как организовать все эти процессы трансформации и наличие... Вот тут два вопроса. Первое, что на самом деле, и все это знают, кто занимался электронным образованием, что если печатный учебник, ну, печатный доставили и так далее, то электронный требует поддержки, приложение требует поддержки, обратная связь требует поддержки, техническая поддержка. То есть на самом деле там тоже есть свои затраты, кроме всего прочего. Ну и во-вторых, конечно, понятие авторского права, которое сегодня тоже большую трансформацию претерпевает в самых разных областях, оно существует. Автор, он обладает правами, которые мы не можем улучшить, даже если это в цифровом виде. Поэтому какие-то вопросы решаются. Но, конечно, это самая главная вещь, что стоимость контента стремительно уменьшается и сводится к нулю в современном мире. В будущем мире контент не будет стоить ничего. Для потребителя. Для потребителей. А вот авторский взгляд, авторское понимание, вот наш такой разговор, да, это и есть та ценность, для которой контент становится безграничным, доступным. И это тоже завоевание новой жизни, новой технологии. Я думаю, что это тоже во многом отразится на том, какие школы будут. Вот. Ну, а то, что, в общем-то, еще много придется работать с электронными учебниками, и как раз здесь тоже важно понимать, что, скажем, качество текстового редактора отрабатывается в бизнесе. Миллионы, сотни миллионов людей пишут, и там должно быть хорошо работать. А российский электронный учебник, ну вот его, так сказать, переделали обычный учебник в электронный, бросили в сеть и используете. Еще нет тех механизмов бизнес-регулирования, которые бы повысили бы качество этого. Вот. Просто государственная экспертиза, но все-таки она очень несовершенна. Нет того объема еще использования, да, вы правы, нет только техники, да. Но это, вот мы здесь верим, что это вопрос времени, что многие процессы утешевляются, и это будет доступно для школы и для страны. Так или иначе, да, точно, совершенно, согласитесь вы или нет, после нашей сегодняшней встречи, сегодня формируется повестка развития образования на ближайшее будущее. Может быть, нами, может быть, не нами, может быть, нам, ну, правильно было бы, чтобы мы с вами в этом участвовали, и участвовали именно с той стороны, в том числе, чтобы охраняли те достижения, которые уже есть к сегодняшней дню, не поступались теми ценностями, которые есть сегодня. Это тоже очень важно. И вот если нужно мое слово, я бы сказал так, что на самом деле новые технологии, то, как они видятся и как на самом деле они развиваются, они позволяют эти ценности только укреплять, а не предавать, не сдавать. И относиться к ним более творчески, более содержательно, делать свободный выбор. И главное, что делать их реально ценностями, действенными, а не лозунгами, словами, которыми часто это было. Алексей Тимович, спасибо огромное, что вот мы вместе здесь провели сегодня такой разговор. Вы нас погрузили, на самом деле, в кухню, которая варится. Какие-то вещи мы уже сейчас чувствуем, ну, в своем уровне, или в своем понимании. Какие-то вещи нам кажутся странными и, может быть, не совпадающими с тем, с чем мы привыкли. Но я знаю еще огромный пласт размышлений, опытов, попыток, которые лежат за теми словами, о которых вы сегодня говорили. И главное, что я еще раз говорю, что уже появляются школы, которые вот так по-новому работают. В них ощущение, что какой-то невероятная степень возможностей, свободы. И цифровое там видится самым последним образом. Там действительно педагоги и вся команда педагогическая додумываются до нового представления о жизни, которые понятны детям и с детьми способны творить невероятно много замечательных вещей. Потому что энергия детей, если нам удается ее собрать в этот самый пучок, становится сильнейшим лазером, который умеет все разрезать. Если не удается, это просто рассеянный свет. Это рассеянный, да, если удается, мы точно вырезаем четвертинку, да, и подтверждаем, что наши скидки вот такие большие до 17 декабря. Зайдите на сайт, посмотрите, что вам хотелось бы, чтобы в вашей жизни случилось. И, пожалуйста, просто заявляйте или разберитесь с помощью наших специалистов. Но так или иначе, мы входим в Новый год. Теперь после каждой нашей встречи, еще раз говорю, потому что с кем-то мы еще встретимся до Нового года, с кем-то нет, что с наступающим Новым годом. Но это все равно каждый год он замечательен тем, что мы попытались сделать, а попытки все рождают новые возможности. Даже если у нас что-то не получилось, попытки рождают новые возможности. Если мы боимся и не пытаемся, то новые возможности не рождаются. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. И удачи нам всем правильно встретить Новый год в этом году с радостью, с легкостью и войти в Новый год, в котором я сам себе обещаю всегда огромные и невероятные открытия возможностей. И насколько смогу, поделюсь с вами, и насколько смогу, узнаю от вас, я много езжу по стране, что на самом деле происходит, чтобы здесь, когда мы о чем-то думаем, этот ваш опыт был всегда с нами здесь. Спасибо за ваш чат, за ваши тексты. Мы обязательно обсудим с Лисе Львовичем огромный ваш интерес и найдем форму, при которой эта обратная связь поможет нам двигаться все вместе дальше правильно. Спасибо. Спасибо. Спасибо.